Визитка в виде миниатюрного вантуза говорит сама за себя. Ее точно ни с чем не перепутаешь, когда срочно понадобится сантехник. С пачкой таких визиток можно смело отправляться в самые дальние походы, ведь информация на них напечатана на тонком листе вяленого мяса. Крошечная терка для сыра пригодится всем гурманам, а полезная информация на ней напомнит, где же этот самый сыр стоит покупать. Привет, с вами канал Фактория. Магазин рукоделия раздает вместо визиток небольшие кусочки красивой ткани, чтобы они точно не затерялись среди других карточек. Врач-пульмонолог, занимающийся проблемами дыхательных путей, предлагает визитки в виде воздушных шариков. Видимо, если шарик надуть не удастся, то пора записываться на прием. Получить вместо визитки маленький топорик весьма неожиданно. Жаль, только он не отличается остротой и не может быть использован по назначению. Один из самых приятных видов визитки — шоколадная конфета. Главное, случайно не выкинуть фантик, ведь именно на нем хранится вся полезная информация. Этот парикмахер точно знает, что девушкам всегда не хватает шпилек. Именно поэтому он раздает такие забавные наборы своим клиентам. Наверняка они всегда возвращаются к такому предусмотрительному мастеру. Визитка фотографа в полной мере отображает его профессию, предлагая потенциальным клиентам самим взглянуть на мир через объектив фотоаппарата. Пускай он и не настоящий. А этот музыкальный магазин настолько крут, что раздает музыкальные инструменты в качестве своих визиток. Стоит провести по ней пальцем, и вы услышите настоящую мелодию. Перед вами самая полезная визитка, которую когда-либо видела человечество. Ведь она представляет собой самый настоящий мультитул, рекламирующий мастерскую велосипедов. Хотя с такой визиткой и без мастерской обойтись можно. Визитка диетолога очень наглядно предлагает убрать все лишнее, начав всего лишь с картинки, а закончив собственным телом. Очень практичное дизайнерское решение для визитки адвоката по разводам. Контакты всегда будут у обоих супругов. Крошечная копия коврика для йоги призывает вас срочно записаться на занятия. Главное, не забыть прихватить с собой коврик побольше. Тату-студия предлагает сделать себе временную татуировку со своими визитными данными. Неизвестно, много ли нашлось желающих поработать ходячей рекламой. Понять, что же изображено на этой визитке, можно только просунув пальцы в специальные отверстия. Только тогда становится ясно, что вам предлагают развить свою гибкость, занимаясь йогой. Пластический хирург нашел способ наглядно показать суть своей работы. Ни у кого точно не возникает вопросов, для чего следует записаться к нему на прием. Нет, эту визитку порвали не случайно. Просто она предлагает услуги специалиста для людей, переживших развод. Коктейльная трубочка наглядно показывает, какую гибкость приобретает ваше тело, если вы запишетесь на курсы йоги. Только хранить такую визитку, наверное, не очень удобно. Визитка тренера по физподготовке требует с усилием растянуть ее для того, чтобы прочесть надпись. Ваша тренировка начнется еще до того, как вы доберетесь до спортзала. Ваше настоящее тело скрывается под слоем жира. По крайней мере, именно на это намекает визитка спортивного тренера, обещающего избавить от лишнего веса всех желающих. Очень символично, что клуб каратэ предлагает визитки в виде разломленного кирпича. Настоящая демонстрация ваших будущих достижений. Визитка донтиста с отпечатком зубов. Выглядит такая идея несколько пугающе. Еще одна визитка от стоматолога, которая наглядно показывает преображение больного зуба после посещения врача. С этим лучше не затягивать. Если вы увидели такой значок на приборной панели вашего авто, значит пора достать эту визитку и срочно позвонить мастеру. Кондитерская раздает визитки в виде маленьких кусочков торта. Настолько аппетитных, что так и хочется срочно позвонить по написанному на них телефону. Захотелось барбекю? Что ж, придется хорошенько нагреть эту визитку, чтобы увидеть адрес ресторана гриль, ведь информация на ней написана особыми чернилами. Как может выглядеть визитная карточка врача-рентгенолога? Естественно, как рентген-снимок. К визитной карточке старого кинотеатра прилагались 3D-очки. Вот это я понимаю забота о клиентах. Биржевой маклер точно знает, как распорядиться вашими финансами. Даже его визитка говорит о том, что он уверен, когда нужно продавать, а когда покупать акции. Необычное дизайнерское решение – визитка донорского центра с жидким содержимым. Надеемся, там была не настоящая кровь. Настоящий садовник всегда найдет место, чтобы вырастить свежую зелень. Даже если это место – его собственная визитная карточка, там вполне найдется место для семян. Парикмахер-стилист предлагает вам придумать свой образ сразу после получения его визитки. Может, именно о такой прическе вы всегда мечтали? Небольшая раскладная визитка позволяет вам полюбоваться на самолет авиакомпании, к которой вы собираетесь лететь. Если ее бросить, то она полетит, как обычный бумажный самолетик. А вот мастерская мебели предлагает вам самостоятельно изготовить свое первое кресло, причем прямо из визитки. О том, что занятия пилатесом добавят вам гибкости, напоминает этот забавный человечек, способный гнуться во всех суставах. Собираетесь подарить цветы? Начните с этого крошечного букета, используемого флористом вместо визитки, а уже после одобрения можно купить и вариант побольше. Хороший врач всегда знает, что понадобится его пациентам, поэтому раздает визитки, напечатанные прямо на пластыре. Кинохлопушка ясно намекает, что вам нужно срочно позвонить по написанному на ней номеру и попробовать свои силы в кинематографе. Крошечные столовые приборы, вырезанные из металла, пригодятся разве что в кукольном наборе, а остальным придется позвонить в продающий столовую утварь магазин. Туристическая фирма заманивает клиентов ажурным переплетением параллелей и меридианов, вырезанных из дерева. Такую визитку и как сувенир сохранить не стыдно. Другая турфирма печатает свои визитки сразу в виде билетов. Жаль, что далеко с таким билетом не уедешь. Чтобы вы точно не заблудились по пути к магазину путеводителей, их визитка выполнена в виде миниатюрной карты, не позволяющей сбиться с маршрута. Багетная мастерская предлагает примерить свои товары на любой предмет окружающего вас пространства, ведь каждая их визитка – это миниатюрная рамка. Настоящий сомелье не пожалеет для своих клиентов немного вина, даже если им всего лишь нужно испачкать визитные карточки. Зато каждая из них на 100% уникальна. Виниловая пластинка размером меньше спичечного коробка предлагает отправиться в музыкальный магазин, адрес которого на ней и записан. Транспортная компания не просто раздает визитки, она наглядно показывает, как будут упакованы ваши почтовые отправления. Забавная визитка мебельного магазина. Этого очаровательного офисного работника можно будет оставить в качестве сувенира, пока не потребуется снова сменить мебель. Вместо визиток дрессировщик использует печенье для собак. Главное, чтобы питомец не съел его раньше, чем вы успеете набрать номер. Виниловые пластинки – это хорошо, но пора переходить на цифровой звук. Именно на это намекает визитка музыкального магазина с образцом музыки на встроенной флешке. Креативное агентство предлагает вам самим попробовать свои силы в дизайне. Для этого на их визитке предлагается что-нибудь нарисовать прилагаемым махоньким карандашиком. Визитки кондитера в виде печенья. Просто гениальная находка. Дайте мне килограмм таких визиток, пожалуйста. Мастер по ремонту компьютеров предлагает позвонить ему прежде, чем нажать три заветных клавиши, ведущие к перезагрузке. А как вам визитка, созданная из дубовой бочки, в которой настаивался виски. Действительно креативные ребята. Визитка врача-кардиолога как бы намекает, что с вашим сердцем могут быть скрытые проблемы, и его пора бы проверить, записавшись на прием. Визитка выставки бабочек позволяет взглянуть на первый экземпляр этих прекрасных созданий, едва вы возьмете их визитку в руки. Мастер по настройке пианино предлагает вам визитки в виде крошечного складного пианино. Видимо для того, чтобы вы не забывали о проблемах вашего инструмента в реальном масштабе. Это не просто крошечный ноутбук, это визитка студии веб-дизайна, для которой ноутбук является главным рабочим инструментом. Ландшафтный дизайнер может начинать менять ваш сад с малого, поэтому вместо визитки предлагает небольшой кусочек рулонного газона. Такой визиткой вполне можно украсить цветочный горшок, но не более. Магазин инструментов вместо визиток раздает швейцарские ножи. К сожалению, сделаны они всего лишь из картона, а было бы неплохо получить настоящий. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео. Фактория Фактория